всем привет на моем канале кто смотрит мои видео то у меня в последнем видео приехала по обмену на часы обменял коробочка с викторий nox или зарманами там ножи и мультитулы и соответственно вот каждого героя ну или почти каждого я думаю отдельное видео собственно начнем с первого из них почему с этого начнем потому что он уже обрел нового владельца владельцем стал завтра к нему отправляется вернее мой товарищ из винницы лёша лиф у которого одна из самых крутых коллекций викторий nox of мировых не просто там виннице в украине в снг а именно в мире у него скажем но насколько у него уже порядка 700 ножей уже он продемонстрировал но я думаю еще скрытых у него там сотня может быть точно которую если не больше которые не показал то есть понимаете вот под 800 ножей викторий nox у очень классные ножи нас там редкие раритетные старинные лимитки для каких-то клубов бразилии с летчиков еще чего-то такое что только просто даже диву даешься смотришь и просвещаешься что бывает что викторий nox надел у него принцип коллекционирования так понял собирает все ножи которые только когда-либо выпускала компания викторий nox значит это и как а дешевые брелочки там 58 миллиметров и включая лимитки такие крутые лимитки типа реплики как у меня было на обзоре на канале дамасковых серий то есть фактически все все ножи пытается собрать это уникальная история думаю компания викторий nox должна на него обратить внимание и может быть даже как-то поощрять это его дело вообще было бы здорово сип он открыл музей ему когда-то такую в полушутке предлагал идею но в принципе почему бы и нет есть такие вот кстати коллекционеры там в мире которые показывают свои вот комнаты викторий nox коллекциями обделанные там в стиле викторий nox то есть различными там шкафами подсветками где вот так просто смотришь и балдеешь но у них даже насколько я смотрел не такие объемные коллекции как у лёши у него у лёша нашего у него понимаете есть не просто там современные не просто а и редкие какие-то которые когда-либо в каком-то там сорок третьем году где-то был выпущен ножичек для кого-то и он у него фактически есть коллекции но такой парадокс как ни странно при его достаточном таком объеме коллекции вот этого и модели у него не было значит почему потому что эта модель собственно кстати не продается в наших интернет магазинах хотя она не такая прямо и редкая сейчас мы ее посмотрим детально что это такое в принципе она очень известных накладках значит и чем она отличается от известного ножа значит итак поехали эта модель называется викторий nox hunter xt то есть hunter охотник и приставочка xt дело в том что хантера у викторий nox очень много разных разновидностей особенно например относительно недавно вышел hunter pro вообще нож выпавший из ну выпадающий из общей линеек викторий nox который выпускает здесь же у нас получается классический представитель линейки 111 миллиметров одноруких и он в таких вот классических тоже уже накладках которые у так сказать завсегдатаев ножевых и швейцарских веток ножевых форумов называются так вот иронично адидасами ну почему адидасами вы наверно понимаете из-за вот этих вот трех полосочек которые так рельефно выступают они очень похожи на логотип адидаса там особенно где они когда-то на кроссовках каких-то тоже так могут стилизованных делать вот они их называют адидасовскими накладками значит они есть разных цветов но самый основной этих накладок такой зеленый ну с черной окантовкой значит почему он самый основной самый популярный потому что именно в таких накладках выпускается модель солгир солдат это модель которая в принципе у меня в обзорах периодически фигурировала и она очень популярная она очень значит массово выпускается почему потому что она стоит на вооружении швейцарской армии армии и некоторых других армий раньше у них была другая модель потом она была был у них алокс солдат стоял на вооружении потом он был заменен именно на вот эту модель в 2008 если не ошибаюсь на модель однорукую 111 миллиметров именно таких вот накладках значит та модель отличается тем но веря эта модель все-таки hunter она охотники она имеет некоторые отличия которые вы визуально уже видите например вы видите здесь два отверстия для открывания соответственно здесь два клиночка в общем давайте посмотрим что это за модели чем она отличается первое главное отличие которое мы смотрим на клинке это вот такое вот это то что этот клинок плейновый у него полностью плейновая заточка значит штука в том что у именно у солдата который в таких же самых накладках у него полусерейтерная заточка а точнее даже не полу а больше потому что серейтер занимает где-то две трети такой серейтер такой тупоносая у него окончание и многие из этого того солдата и я в частности тоже отношусь к тем людям к этим людям которые не нравились зашел этот солдат из-за чего я от него избавился именно хотелось плейнового клиночка значит и также я видел неоднократно бушные модели эти которые вот этот плейн владельцы стирали стирали стачивали в результате клиночек утончался но они получали полностью плейновая то есть раздражал серейтер и все такое здесь же видите обошли этот момент поставили полностью редкое полностью плейновое лезвие потому что это лезвие например оно встречается еще в некоторых моделей но очень редко например сентинентели ван хэнд но там просто это мононож одно лезвие больше ничего значит ну может быть с клипс он еще встречается хотя есть его же версия с полностью с этим серейтерным клиночком вот еще какие-то раритетные модели были а вот он пожалуйста стоит на вот этой модели почему здесь поставили плейновый потому что как вы поняли с обратной стороны есть второй клинок который серейтерный причем обращаю внимание если этот клиночек расположен вот так классически то этот надо перевернуть вверх попой так сказать этот нож и открываем этот клинок вот такой серейтер еще изогнутый если это хантер если он для охотников я не разбираюсь в этой теме возможно это для именно может быть для подрезания шкуры для снятия мяса с кости возможно это именно удобная такая хорошая форма может быть там какие-то копыта обрабатывать в принципе для строк для резания строп типа стропореза каких-то ремней канатов но тоже как бы такие ставят клиночки для вот этого дела вот видите он такой интересной формы прямо такой напоминает кого-то животное там типа крокодила аллигатор это как голова с глазом кстати и основной клиночек тоже если его открыть тоже напоминает рептилию и цвет вот этого еще накладок интересно значит но он тоже на лайнере как и основной клинок вот но получается что интересно вот здесь лайнер под правую руку вот этого клинка если вот многие еще не нравится из-за того что вот этот лайнер под левшу разработан то есть левой рукой мы в открытом состоянии можем спокойно оборудовать правой уже извините меня уже надо как-то изощряться хотя у меня на канале есть обзор как закрывать правой рукой не совсем удобно но в том числе возможно что надо отогнуть вот этот лайнер а потом уже чуть-чуть опустить клинок и потом уже закрываешь конечно не так удобно не так быстро но это возможно много разных версий есть почему они сделали так начинает конструктива что они лайнер не могли по-другому выгнуть из-за того что он должен был там отвертку но мне больше нравится версия та что это нож однорукий вот эти викториноксом разрабатывались прежде всего как спасательные есть же вот этот русской тулс с оранжевыми горящими или желтыми накладками где для спасателей он и пришел собственно и как бы логика такая что большинство людей в подавляющем большинстве людей это правши и соответственно понимаете что если повреждена одна рука там повреждена травмирована недоступно занято то человек может правой рукой зашлиться и закрыть открыть там что-то проделать какие-то процедуры при лайнере левом как я показал а вот при обратной ситуации если например чтобы под левую которая менее рабочая у человека чтобы он мог маневрировать открывать доставать закрывать то есть понимаете из-за таких соображений мне эта версия более кажется правильной и логичной почему то что еще раз повторю он приходил от этот однорукий нож как клинок викториноса как за как для спасателей для спецслужб вот но и третий элемент из которой здесь расположен это пила пила по дереву тоже классическая неудобная из-за вот этого вот горба он тонкий он так впивается давит на палец надо или сюда тогда раз неудобно либо как-то так либо как-то так пытаться в общем не можно пилить но не комфортно вот с этой стороны все с обратной так же как у солдата крестовая отвертка но все солдат еще и сшило и как у многих ножей имеющих здесь имеется здесь шило но его здесь нету почему нету шила потому что здесь как вы обратили внимание нету вообще ряда с открывашкой консервами он как раз здесь должен идти первым и и здесь специальная пружина в которой есть выемка и соответственно в ней расположена шила но поскольку отсутствует ряд с открывашками то и нету этого шила получается он по толщине точно такой же самый как и солдат он трехрядник то есть у него клинок один клинок второй и пила а у солдата клинок пила а вместо вот этого клинка там ряд с открывашками который в принципе такую же толщину составляет ну вот его такие основные отличия от солдата то есть повторю их эти отличия плейновый клинок полностью плейновый но еще отличие в том что у солдат клинок маркируются годом выпуска у этого нет никакого года просто свиш армии викторинокс никакого года нету это первое отличие второе отличие наличие серейтора ну и может быть одновременно или это отдельным отличием что отсутствуют открывашки вместе с шилом вот значит что еще хочу сказать интересный нож вот я его понимаю вот как нож для леса идеальный вот как если ты выживаешь в лесу не в джунглях бетонных именно в лесу вот как маугли скажем и тебе нужен нож то этот нож должен быть вот таким то есть здесь есть основной клинок причем плейновый для того чтобы там охотиться на дичь что-то там резать разрубать продукты какие-то овощи фрукты которые найдешь там дерево затачивать есть клинок серейторный как запасной чтобы беречь заточку основного так и для разделывания то его же мясо дичи может быть это два и пила по дереву потому что в лесу она как нигде нужно именно не по металлу не это по дереву для того чтобы можно было на сказать дров или веток для построения плота шалаша дома какого-то еще каких-то приспособлений там лука именно вот это вот используется единственный здесь лишний в этом плане элемент это крестовая отвертка которая в этом смысле не нужна но я бы ее заменил например на шило они могли бы потому что на задней спинке у них либо отверточки либо шило вот 111 миллилитрово шило было бы в лесу более логично потому что им можно проделать в тех же ветках отверстие для того чтобы используя может быть веревки или какие-то ляны можно было бы сплетать между собой прутья и эти самые ну как бы на лу оно более правильнее было бы чем вот такой чем крестовая вот такой вот интересный получается нож почему у наших магазин а не в наших магазинах кстати продается его разновидность которая называется викторинокс hunter xs хотя на саквике он тоже называется xt-cs но у нас он почему-то xs то есть это xt а то xs отличается он следующим вместо крестовой тверки штопор вместо крестовой штопор и у него накладки не зеленые вот эти привычные солдатские а оранжевые и вот тут вот еще оранжевый темлячок значит штопор оранжевые накладки значит вот такой вот модель я кстати предпочел бы наверное даже штопор для вот если леса потому что штопор все-таки можно им какие-то там накручивать выкручивать то есть аналог какого-то шила тоненького чем крестовая например тверка хотя крестовой тоже может быть в мягком материале можно проделывать дырки особенность этом подточить на камни или точилки вот эта модель была представлена в 2011 году то есть довольно таки давно но спустя скажем три года как появился основной солдат вот ну вот такой вот нож такая вот такой вот обзор значит завтра он отправляется к его новому владельцу и надеюсь вам понравился обзор может быть какие-то познавательные вещи вы узнали вот такой вот 111 клипс в них не хватает а так прикольные ножи так вот такие вот именно что с плейном все всем спасибо за просмотр до следующих видео всем пока